Привет! Вы любите Хэллоуин? А ужасы? Сегодня я вас проведу по ужасному миру. Миру Клайва Баркера. Если вы не знаете это имя, то вы наверняка должны знать Пинхеда. Именно Клайв и придумал этого персонажа, за что получил пожизненное место на троне Королей Ужасов, наряду с Кингом и Лавкрафтом. Клайв пишет книги, сценарии, режиссировал фильмы, но еще он был геймдизайнером, творцом. Об одной его игре мы сейчас с вами и поговорим. Клайв Баркер Андайинг вышла 21 февраля 2001 года под крылом DreamWorks Interactive. Это те же ребята, которые ответственны за серию медалей за отвагу и Command & Conquer. И эта игра стала одним из первых успешных хорроров от первого лица этого тысячелетия. В те времена на коне был Resident Evil и Silent Hill, и мода была на сурвайвл хорроры от третьего лица. Клайв же считал, что Ужас лучше прочувствовать, если запереть игрока в глазах главного героя. И он оказался прав. Ну а вы на канале Брэна. С вами Брэн. Приятного просмотра. Игра начинается с представления главного героя, победителя битвы экстрасенсов 20 века, Патрика Гэллоуэя. У вас там сидит сущность в виде... Патрик Гэллоуэй, крупнейший специалист по оккультизму. Он занимается тем, что изгоняет призраков, за что ему и платят. Эд и Лоррейн здорового человека. Во время войны он занимался тем, что мотивировал новобранцев из деревни, которые чаще всего были суеверны. Во время одной из тычек на войне они столкнулись с некими трассанти. И их предводитель, шаман, вооруженный магическим камнем, оглушил Патрика. От гибели его тогда спас его друг и командир Иеремия Ковенант, оставив Патрику тот самый камень. И вот спустя долгое время Патрик по просьбе Иеремии едет к нему в фамильный особняк Ковенантов, в котором начали происходить очень странные дела. Итак, мы оказываемся перед главным входом в особняк. И Патрик сразу записывает свои мысли в дневник. Так он будет делать после каждого значимого события. Конкретно сейчас в своих записях Гэллоуэй упоминает некоего Отто Кейсинжера, который как-то причастен к тому, что умерла возлюбленная Патрика, Гвендолин, и к последующему вынужденному побегу Патрика с родины. Также в дневнике будут появляться записи об оружии и заклинаниях, которые будут нам доступны. И в начале игры наш арсенал состоит из камня Гильзебара, который может делать безобидный бжух, отталкивающий противников. Также он светится в зонах паранормальной активности и способен усиливать магические способности Патрика. Помимо этого в журнале написано, что чем чаще Патрик пользуется силой камня, тем чаще он видит огромное чудовище, которое охотится именно за ним. Но как только он прекращал пользоваться камнем, оно отступало. Заклинание ясновидения позволяет лучше видеть в темноте, подсвечивает живых существ и позволяет видеть и слышать события прошлого. Например, этого косплеера Сайори из Доки Доки. Ну и револьвер, который делает пау-пау. И погоняв крыс и поговорив с садовником, мы заходим внутрь. Служанка рассказывает, что Иеремия совсем плох и прикован к постели. Также рассказывает, что он уволил почти всю прислугу. Иеремия прикован к постели. Следуйте за мной. Я провожу вас к нему. Идя по коридорам, мы встречаем рыжеволосого призрака. Как мы дальше узнаем, это один из братьев Иеремии, Аарон. И он не очень рад нашему визиту. Попав в комнату нашего старого друга, Иеремия рад, что мы наконец прибыли. И рассказывает о проклятии, которое нависло над его родом. Не успеваем мы договорить, как слышим нечеловеческий рев с нижних этажей. Мы спускаемся на разведку и еще раз натыкаемся на Аарона. И после нескольких пугалок от него, мы находим источник шума. Варги. Гемонические полупсы-полувурдалаки. Способны доставить неприятности из-за своей скорости и ловкости. Другими словами, в них хрен попадешь. А еще в этой игре реализованы рикошеты от твердых поверхностей. Офигеть, что могли разработчики в начале века творить. И рикошеты, и реальное отражение в зеркалах. Гуляя по имениям Ковенантов, мы находим записи отца семейства. Иосифа Ковенанта. Он пишет о ритуальных камнях на острове. О монастыре, в котором жили монахи-отшельники. И о башне, которая, по поверьям, возникла сама по себе во время одного из штормов. О их на острове бывает немало. Также неподалеку можно найти свой первый магический камень. Это ресурс, который прокачивает наши заклинания, делая их сильнее или сокращая потребляемую ими ману. В это время Еремия зовет нас на помощь. За ним погналась одна тварь. И Еремия после этого решил рассказать нам, что он, будучи малолетним дебилом, потащил своих братьев и сестер к магическим камням на острове. И прочитал какое-то заклинание из книг его отца. Наверное, я зря не сказал тебе об этом. Здесь могут действовать сверхъестественные силы. Когда я был маленьким, с нами произошел один странный случай. Ты видел, там неподалеку от берега есть остров, на котором стоят камни. На каждом из них вырезан магический знак. У моего отца было много оккультных книг. И в одной из них я нашел изображение знака с острова. Я привел на остров братьев и сестер и прочитал заклинание из отцовской книги. И после этих слов в семье Ковенантов начался сущий кошмар. Также Еремия передает нам заклинание, позволяющее стрелять эктоплазмой из рук. Тут призрак был, да. Это эктоплазма. Далее мы встречаем Дворецкого, который сообщает, что кто-то вломился в комнату Лизбет, младшей сестры семейства Ковенантов. Со слов служанки мы узнаем, что Лизбет была очень красивой, но скверной по характеру. Она могла внезапно начать кусаться, что приводило в ужас всех рабочих в доме. Мать Лизбет умерла при родах, и служанка воспитала ее как свою дочь. В конце концов Лизбет умерла от чахотки. Ну или говоря современным языком, от тубика. Лизбет погребена в фамильном склепе рядом с ее матерью. Но совсем недавно садовник видел Лизбет. И надо бы с ним пообщаться. Также в комнате можно найти портрет Лизбет. Но взглянув на него через ясновидение, мы сможем увидеть нынешний облик этой красавицы. Итак, нам нужно найти путь в сад. Но отойдя от комнаты, на служанку и Дворецкого нападают в арги. Помогите! Служанка не переживает случившегося. Дворецкий хоть и получает рану, но остается жив. А мы двигаемся дальше и попадаем в покои родителей семейства. Иосифа и Эвелин Ковенант. Здесь мы находим жуткую комнату. Ту самую, где и умерла Эвелин. В большом холле мы видим картину со всеми детьми Ковенантов. И пришло время познакомить вас с семейством. С красавицей Лизбет и больными Еремией вы уже знакомы. Далее Амброзий. После заклинания, превратившийся в хулигана с маниакальным желанием причинять окружающим боль. Из-за чего и было числены школы. Беттани. Умная девушка. Изучала оккультные науки. И желавшая освоить их в совершенстве. И Аарон. Художник, который прожигал жизнь в кабаках и борделях. А теперь летает по дому в форме призрака. Ну а под ясновидением мы видим все семейство в нынешнем их обличье. После мы впервые встречаем Лизбет. И она натравливает на нас своих собачек. Мы находим дверь, ведущую в сад. Но кухарка отдала ключ горничной, которая убирает комнату Отто Кейсинжера. Я отдала его горничной. Сегодня она убирает комнату Отто Кейсинжера. Это в восточном крыле. Значит Отто тоже здесь. По пути в его комнату мы снова встречаем Аарона, который ищет какую-то книгу в библиотеке. А именно свой дневник. Я же помню, это должно быть где-то здесь. Добравшись в комнату Отто, мы проходим через дверь и попадаем в странный мир, который называется Анейрос. Странное место с не менее странными обитателями. В нем мы встретим Кейсинжера, который кинув в нас пару заклинаний, улетит. Также мы найдем древнюю тибетскую пушку, которая стреляет ледяными сферами и не требует боеприпасов. И телепортировавшись обратно в наш мир, мы находим мертвую горничную и ключ от сада. Но теперь, просто гуляя по замку, до нас постоянно будут докапываться существа Анейроса. Идя обратно к саду, мы натыкаемся на магическую преграду. И пройдя через зеркало, мы находим заклинания, способные развеивать любую магию. В том числе и такие преграды. Мы, наконец, добираемся до садовника, который открывает дверь и пропускает нас к склепу. Наконец, мы покинем этот особняк. По прибытии к склепу, нас сразу начинает булить Лизбет. Ты не мужчина, ты пища! Попав в склеп, мы находим новое заклинание. Оживление. Оно способно поднять из мертвых нашего врага и заставить его драться на нашей стороне. Спустившись глубже в склеп, мы натыкаемся на скелетов, которые просто так не умрут. Но их можно полностью уничтожить, применив на них наше новое заклинание. Так бои с нежитью будут проходить легче и не тратить боеприпасы. Полазив по катакомбам, мы попадаем на кладбище, полное скелетов. Но они для нас не проблема. Наверху есть какой-то свиток. Ну и не просто же так он там лежит. Очистив кладбище от нежити и применив навыки паркура, мы достаем свиток, который одаривает нас татуировкой. Прямо как у того шамана, от которого нам и достался камень. Эти татушки не просто для красоты. Они усиливают магические способности. Далее мы отправляемся в монастырь. Здесь мы впервые столкнемся с воинами Тарасанти. Вооруженными огнестрелом и саблями. Также найдем записи монаха, который искал древнее оружие. Кельтскую косу. Для того, чтобы добыть это оружие, нам нужно собрать нужные компоненты и открыть врата, которые отправят нас в прошлое. В те времена, когда монастырь населяли монахи. Далее мы натыкаемся на укрытие бандитов. И перебив охрану, мы получаем ключ от башни, в котором находим золотой медальон с изображением солнца. Вернувшись из амбара, на нас нападут варги, открыв путь дальше. И в развалинах на нас нападет предводитель местной шайки, у которого мы отбираем двустволку, способную стрелять дуплетом. Забрав ключ из сундука, мы открываем люк и спускаемся в канализации, из которых мы попадаем в монастырь. В монастыре мы будем то и дело видеть монахов в прошлом и варгов в настоящем. Также мы будем находить записи монахов о косе. Они нашли ее в могиле, которая была зарыта на том острове с камнями. Именно про эти камни нам и говорил и Еремия. В могиле был иссохший труп, а в руках у него эта коса. Монахи начали изучать ее, но внезапно один из братьев начал вырезать всех этой косой. Также в монастыре мы находим динамит, который поможет нам пробраться в катакомбы. Но это настолько душная локация, что я полчаса искал место, которое надо пробить взрывом. В катакомбах обитают летучие мыши, варги и скелеты. И вообще здесь жутко страшно и неприятно. Проходя все глубже по катакомбам, мы находим все ингредиенты для заклинания, которое позволит нам отправиться в прошлое монастыря и найти косу. Также мы видим старшего брата аббатства, у которого есть ключ, отпирающий большие двери. А значит в прошлом нам нужно прибрать этот ключ и к себе. Пройдя через темный лабиринт катакомб, наполненный скелетами, мы находим последний компонент для заклинания. Осталось найти место проведения ритуала. По пути обратно мы встречаем Лизбет, которая путает нас с Еремией и недовольна нашим присутствием. Выйдя наружу, мы находим озеро, у которого и нужно провести ритуал, чтобы открыть портал в прошлое. Расположив все компоненты на своих местах, озеро начинает отражать не то, что есть на самом деле. Прыгнув в озеро, мы оказываемся у того же самого монастыря, но в прошлом. Я сразу хочу поговорить с монахом, который гуляет неподалеку, но он не очень приветлив. Окей, теперь нам придется вырезать весь монастырь. По пути геноцида мы найдем ключ и косу, за которой мы и пришли. Подобрав косу, монастырь начинает рушиться. А мы сбегали. Бегаем через окно и возвращаемся в свое время. Теперь у нас есть коса, которая может разрезать врагов на куски. Отпираем дверь ключом, который мы взяли в прошлом и спускаемся глубже в склеп, где мы можем опробовать косу на варгах. И опять встречаем Лизбет, которая опять нас булит. Пройдя несколько ловушек, построенных Лизбет, мы наконец добираемся до фамильного склепа ковенантов. За обеденным столом поет колыбельную мать семейства, Эвелин. После того, как мы ее касаемся, она падает на кресло замертво. На что очень неодобрительно высказывается Лизбет. Что ты наделал? Зачем ты потревожил мамочку? Лизбет, ты сама не понимаешь, во что превратилась. За что ты преследуешь свою семью? Я знаю, кто я. Я жажду мести. Ты пробудил прошлое, но не знаешь, как остановить его. Я разорву тебя на части. По кости скормлю своим зверушкам. Какого дьявола ты здесь шумишь? И мы убиваем ее, срезав голову с плеч. После боя можно получить в награду заклинание скорость. В комбинации с косой мы становимся просто супер оружием. Мы теперь просто можем носиться как пизданутый и махать косой как ёбнутый. После победы мы выходим наружу. Дверь нам, кстати, открыла мертвая мамаша. Выходим мы с головой Лизбет в руках, которая продолжает булить нас. Милые мои зверушки, где же вы? Рвите его, рвите на части. Сука, курица остыла. Как ты смеешь? Я вырву твое сердце и выпью твою кровь. Кот, ты жалкий человечешка. Король вернется. И меня подсоединится. Что я наделал? Мы поджигаем голову и заканчиваем с ней окончательно. Наконец-то. Ну а мы держим путь обратно в особняк. Прибыв обратно, на нас сразу выбегает садовник, который сообщает, что за ним кто-то следил. Кто-то следил за мной. Что? Там, в кустах. Ни за какие деньги я тут не останусь. Все, все, ухожу. И убегает. Но недалеко. Так как на особняк напали бандиты Тросанти. И теперь они записываются в список нашей постоянной головной боли. Проходим на кухню и в нас начинают лететь предметы. Это делает Беттани. Пока она не очень опасна. Опасность представляют Тросанти и Амброзий, который и привел их в особняк. Также Дворецкий рассказывает нам, что Амброзий убил своего отца. А когда полиция захотела его арестовать, тот спрыгнул со скалы. Ну, никто не говорит об этом прямо, но все слуги знают, что Амброзий убил своего отца. Разумеется, это семейная тайна. Они не распространяются. В комнате Амброзия мы находим упоминание некой бухты, которая стала для него укрытием после его смерти. Но помимо Амброзия, об этой бухте знал только его друг Коннор. Но он умер. Единственная зацепка о местонахождении бухты, это запись в его дневнике. О том, что он нашел эту бухту по пути к тем самым камням. А значит, надо сплавать туда и проверить. Просим садовника открыть нам ворота и выдвигаемся. У камней мы находим заклинание щит, позволяющее блокировать атаки по себе. Но никакой бухты. Что ж, возвращаемся к садовнику и просим помочь нам еще раз. И он помогает. Рассказывает нам о самом старом местном обитателе. Смотритель маяка Седвик. Если кто-то и знает о бухте, то только он. Ты не знаешь, есть ли здесь бухта? Я мало что знаю об этих местах. Но есть человек, который прожил тут всю жизнь. Старый Седвик. Смотритель маяка. Уж он-то должен знать. Очень интересно. Идем на маяк, и Седвик рассказывает нам о подземном проходе, который может везти к бухте. Ты явно не из этих проклятых Тарсанти. Кто ты? Я друг Иеремии Ковенанта. Иеремия? А, так он еще жив. Пару месяцев назад я мог бы поклясться, что долго он не протянет. Сейчас ему лучше. Никогда не понимал, почему он позволяет этим тварям Тарсанти шляться по своим землям. Как они проникают в усадьбу. Я еще жив только потому, что этим язычникам нужен Смотритель маяка. Кто-то назовет это предательством, но сам понимаешь. Мост разрушен, так что им приходится полагаться на меня, а то бы их лодки давно разбились о камни. Также рассказывает о своем сыне Конноре, которого убили Тарсанти. Вы здесь один? Теперь да. Проклятые язычники убили моего сына Коннора, когда он пытался прогнать их. Мне очень жаль. Может быть вы знаете, где скрывается Тарсанти? Я видел, как их отряд шел по побережью в сторону пещер. Скорее всего их логово где-то там. Забираем пожитки из дома Седвига и направляемся в тоннели. В них нас уже ждут полчища Тарсанти. Но они не проблема, когда мы с косой на скоростях проносимся, как ветер по их укрытию. Единственное, на что стоит обращать внимание, это динамиты, которые они периодически будут скидывать на нашу голову. В конце тоннелей мы встречаем Амброзия, который не рад тому, что мы вырезали всех головорезов. И гонит нас ссаными тряпками. Твое любопытство дорого тебе обойдется. Мы попадаем в сокровищницу, в которой помимо расходников находим новое заклинание – Буря Смерти. Черепа, которое можно кидать, и те при контакте с поверхностью будут делать бабах. Далее галиюнная фигура, а именно так и называли украшения, которые весили на носу парусных кораблей. Эх, теперь мой канал можно считать образовательным. Так вот, она проклинает нас и начинает испускать яд, который затрудняет наше пребывание тем, что убивает нас. Но мы сбегаем, сделав проход через стену и возвращаемся в особняк. Как только мы заходим в дом, нас встречает служанка и сообщает, что Иеремия уже заждался нас. Хорошо, что вы вернулись. Иеремия уже спрашивала о вас. Он ждет в большом зале. По дороге на нас нападают новые монстры – летающие каракатицы. Мы попадаем в комнату Иеремии, но не успеваем мы с ним пообщаться, как тут появляется Амброзий. И начинает требовать у нас камень в обмен на жизнь нашего друга. Эй, ты! Отдай камень! Или твой друг потеряет голову. Прямо здесь и сейчас. Нет, Патрик, не делай это! Сука, курица, стена! Иеремии я должен. Ты спас мне жизнь. Я отдам тебе камень, если ты отпустишь Иеремию. Патрик отдает камень, а Амброзий отрубает голову нашему другу и забирает камень, превратившись в чудовище. Вот тут ты не прав. Ты просто не знаешь, что случилось более 20 лет назад. Иеремии очень даже причем. Нет! Вот ты и дождался, братец. А теперь, глупец, ты узнаешь силу истинного короля. Амброзий отрубает камень, превратившись в чудовище. Амброзий отрубает камень, превратившись в чудовище. Начинается бой, и нам помогает одержать победу тот самый зверь, который охотится за владельцем камня. Сначала мы отбираем камень, а затем и голову Амброзия. После этого зверь появляется за нашей спиной и атакует нас. Мы падаем без сознания, и нам снится сон, как какие-то сектанты заживо хоронят человека в железной маске на том самом месте с ритуальными камнями. Мясо Но После видения Патрик решает раз и навсегда покончить с Отто. И для этого нам нужно попасть в Анейрос. После нас встречает Дворецкий и предлагает нам осмотреть комнату Иеремии в поисках зацепок. Попадаем в комнату нашего друга и подбираем ключ от кабинета. Также под заклинанием ясновидения мы слышим диалог Аарона и Иеремии про какого-то короля. Почему ты бросил меня? Ты же знал, что происходит. Это ты во всем виноват. Ты его вызвал! Ты! Ты же понятия не имеешь, какие силы пробудил тот ритуал! Прекрати. Я не хотел этого. Жизнь, за которую ты так отчаянно цепляешься, ввергнет тебя в объятия хаоса! Ты развоплощаешься и даже не подозреваешь об этом! Ты мой брат Иеремия, но король для меня больше, чем Бран. Я не... Где Беттани? Где моя дорогая сестричка? Где эта шлюха? Она получит свое, об этом я позабочусь! Почему Беттани? Она-то что сделала? Может быть, скормить мы тебя тоже? Как мне возможно привыкнуть. Невыносимая адская боль, терзающая все тело! Я был еще. Я не мог кричать, но я чувствовал все. Про которого также упоминали Лизбет и Амброзий. В кабинете мы находим ключ от Вдовьей Башни и записи Иосифа о ритуале, который он хотел сотворить, чтобы защитить свою семью, но накосячил, и его начали преследовать призраки. После мы снова встречаем Аарона, и он начинает атаковать нас. А так как он бестелесный, оружием мы ему навредить не можем. И на помощь придут эфирные ловушки, которые способны изгонять призраков, если заманить их в эту самую ловушку. Прибыв к Вдовьей Башне, мы получаем удар молнией, но вместо ожога в третьей и четвертой степени, получаем способность метать молнию с руки. Этим заклинанием запитываем дверь, чтобы она открылась, и проходим внутрь. Внутри мы находим письмо директора школы, в которой учился Амброзий. В нем описано, за что именно отчислили Амброзия. Этот пизданутый мучил бездомного пса в подвале школы. Попав в основание башни, мы ощущаем на себе сниженную гравитацию, и встречаем новых противников. Человекоподобных ворон. И забравшись на вершину башни, мы попадаем в Анейрос. В этом мире мы находим записи Кейсинджера об этих воронах. Их зовут Силлит, и они способны воздействовать на мозг человека. И один раз я даже испытал такую атаку на себе. Решая несложные головоломки в Анейросе, мы натыкаемся на того зверя, что приходит за владельцем камня. И раз и навсегда ставим точку своей косой. Пройдя еще пару загадок для детей 0 плюс лет, мы обретаем способность левитации. Но пользоваться мы ей можем только в мире Анейроса. Продвинувшись дальше, мы добираемся до Отто и пинаем его по жопе косой. В конце концов, отправляем его к праотцам, за что получаем уважение местных воронолюдов, ведь их он тоже крайне заебал. Мы признаем изгнание человека Кайсинджера. Мы признательны и желаем выразить нашу благодарность. После того, как мы попадаем обратно в особняк, нам будет докучать Аарон, постоянно появляясь и атакуя нас. Ну ты сам напросился, Каспер недоделанный. Дворецкий рассказывает нам о том, что Аарон часто проводил время в своей мастерской, где писал картины. Двигаем к нему в гости, и на одном из полотен изображены мы. Аарон дописывает картину, а именно монстра за нашей спиной. Картина никогда не осознает величие всего полотна. И сваливает. А этот монстр начинает атаковать нас в реальности. На картине же находится ключ Беттани. Что ж, идем в сад, где Беттани часто ездила верхом на лошадях. И находим домик отдыха, в котором она, будучи уже изуродованным куском нечисти, припрятала челюсть Аарона. Ебанутая семейка. Забираем челюсть Аарона и ключ от его комнаты. В комнате Аарона мы находим ключ от комнаты Беттани. И она не очень довольна этим, и пытается высосать нас из его комнаты. В ее комнате мы встречаемся с ней лично. Хоть она напрямую нам вреда не наносит, вред нам наносит ее прихвостни. Мы же можем увидеть ее в отражении зеркала. Также в ее комнате мы находим путь в потайную комнату, в которой находится физическое тело Аарона. Мы устанавливаем челюсть обратно, и он нападает на нас. После непродолжительного боя мы успокаиваем душу Аарона, отделив его голову от тела. Мы побеждаем, но это было ловушкой Беттани, чтобы затащить нас в свой мир снов. Беттани, чтобы затащить нас в себе. В ее мире очень опасно. Враги наносят много урона. Цветы могут нас замедлить, а кучка маленьких челюстей больно кусаются. Также здесь мы дойдем две новые пушки. Более-менее полезный копьемет и бесполезные яйца феникса. Почему бесполезные, спросите вы, ведь они наносят много урона. Да, много, но чаще всего они наносят урон мне. В конце концов мы добираемся до Беттани, которая что-то рассказывает про короля. Про то, что он будет править миром, а она будет его королевой. Мы встретимся и воссоединимся, а он будет править миром вместе со мной, своей королевой. Он обычный паразит, Беттани. Ты больше не будешь придить этой семье, а твой могучий король пойдет на корм червен. Ты даже не представляешь, с чем борешься. Моя сила — лишь капля в океане его мощи. Трон его будет построен на костях человечества. Едва ли. Пришла пора укоротить твой язык. И Беттани показывает свой облик. Ну и за несколько взмахов косой мы кончаем с Беттани. И после этого мы оказываемся на острове с камнями, на котором встречаем живого Иеремию. Иеремия жив и рассказывает нам, что все это было его планом. Вот это он здорово придумал, я даже сразу и не понял. Но он все же лишается головы. Голова падает на пьедестал и король пробуждается. Кажется, у тебя все получилось. Ты удивляешь меня, Патрик. Ты сумел обуздать силу камня, погубил всю мою семью и даже Кейсинджера уничтожил. Я бы так не смог. Надеюсь, это тебя радует? Хоть чуть-чуть. Да что тут происходит? Что? Это судьба, друг мой. Все последние 20 лет я боялся этого момента. Все надеялся, что удастся выбраться и сбежать проклятия. Но все, что я смог найти, это камень, висящий у тебя на шее. Но я видел, как ты умер. Ты видел то, что хотел увидеть. Твоего старого друга убил его собственный брат. Но перед проклятием оружие бессильно. Патрик, Патрик, уж ты-то должен знать, что такое отвлекающий маневр. Я немного просчитался. Не принял в расчет горячность амброзия. Но это тоже сыграло мне на руку. Ты ведь меня так и не заподозрил. Ты думал, что мои родственнички прикончили меня и в слепой ярости совершил то, чего не мог сделать я сам. Ты был моим другом. Зачем ты это делаешь? Ах да, припоминаю. Когда-то мы были друзьями. Но даже на том далеком континенте я чувствовал зов моих братьев и сестер. Эта земля манила меня. Манила и завораживала. В тот день, когда я спас тебя на поле боя, я умер. Меня сжег огонь шаманского камня. Но вскоре я очнулся от могильного сна и навеки стал рабом короля, обреченным исполнять волю его. Я больше не мог отрицать свою сущность. Но ты, сам не зная того, владел ключом. Еремия, это не сойдет тебе с рук. Ты должен сказать мне спасибо за то, что я собираюсь убить тебя. Тебе не понравится мой мир. Как только я получу камень, обрету силу древнего короля, спящего у нас под ногами, я покажу этому миру, что такое настоящая власть. Еремия, ты слишком много болтаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Бой против этого босса очень простой, но понял я это только после получаса попыток его убийства. Дело в том, что в какой-то момент он начинает засасывать нас в свое пузо, что убивает нас мгновенно. В этот момент нужно выстрелить в пасть. После этого босс откроет шляпку и нужно нанести урон в открывшуюся шляпку. Повторить несколько раз до смерти босса и мы прошли игру. Ах да, забыл сказать, что все это происходит на локации в 2 на 2 метра, а по краям щупальца этого ублюдка очень сильно бьют нас по жопе. После смерти босса мы попадаем в воду и нас подбирает загадочный человек в Балахоне и отбирает камень. А Патрик приходит в себя только через пару месяцев после случившегося. Он пытается себя успокоить, что все кончено, но по миру есть еще множество подобных мест сосредоточения злой силы. И они зовут его. Никто не знает, куда делся камень Гильзибара. Сгинул в волнах или исчез еще где-нибудь. Силы вернулись ко мне лишь спустя несколько долгих месяцев. Кажется, я могу с достаточной уверенностью предположить, что происходило на самом деле. Та тварь манипулировала Еремией точно так же, как Еремия мной. Тварь звала его, а он звал меня. Тварь была стражем врат, ведущих в иное место или время. А тот кельтский воин был всего лишь печатью на могиле, которую нельзя было вскрывать. Конечно, я старался убедить себя, что все кончено, все позади, страх и сражение. Я хочу убраться отсюда подальше. Куда-нибудь, где никто не будет меня беспокоить и отдохнуть. Но я узнал, что в мире есть еще множество монастырей Братства Святого Георгия, а значит, и множество врат. У этих врат есть стражи. И сейчас я страшусь только одного. Они призывают меня. На этом игра кончается. Под именем Клайва Баркера вышла еще одна игра под названием Ерихон. Может, позже о ней тоже расскажу. А может и не расскажу. Я такой непредсказуемый. Ну а сейчас спасибо за просмотр и до встречи на этом канале.